Я не читаю такие вещи, я думаю, что все вы поняли. Вот Маяковский еще к амбициозной, обратите внимание. На дату какая-то написана. Идемте дальше. И вот, соответственно, первая наша тема, она о том простейшей модели, это очень простейшая модель, но она полезная для новичков, которым можно представить распределение людей. То есть традиционно в рамках Европы у нас отсчет идет от некого среднеархметического человека, гражданина. Так рассчитываются проходы в метро, так рассчитываются хрущевки, так рассчитываются что-то еще. В нашем проекте у нас отсчет идет от гения. Это чрезвычайно нескромно, но я занимаюсь этим 39 лет и уже привык и так далее. Соответственно, если мы отсчитываем от гения, то некая, очень повторяю, очень условная модель, она поставляя себе, напоминает распределение ЦИПФО, кто нас давно знает это распределение, а также лингвисты и оптимизаторы сайтов тоже знают это распределение ЦИПФО. Очень важное отличие от классического распределения ЦИПФО, кто не знает, спрашивайте, дадим ссылочку, обратите внимание, что оно прерывистое. Я не буду говорить, есть достаточно глубокие причины, почему оно прерывистое, а не непрерывное, но, тем не менее, очень краткая характеристика. Итак, есть гения, точка отсчета у нас гений. Понятно, что гениев их мало, и те выдающиеся люди, которые занимались гениями, считают, что один гений приходится на несколько тысяч, и другая граница интервала на один гений на миллион. Вот такой интервал, в общем, это те люди, которые имели право судить о гениях. Такая подборка есть на уикенд, кого интересует, ваш запрос под этой видеозаписью, я дам ссылочку, соответственно. Второй момент – талант, где принципиально отличается талант от гения. Гений делает прорыв, делает скачок. Пример такого гения в 20-м столетии, Генрих Солч-Альшулер. А таланты в эту приоткрытую дверь, может быть, это даже небольшая щель, либо окно, они делают свои проекты, отличные проекты. Более того, очень часто таланты более известны, чем гений, поскольку гений, он просто сжег себя, в буквальном смысле слова, сжег себя в прорыве, а таланты все-таки немножко… Им есть что оседлать. Поехать дальше. Далее, соответственно, есть некие люди, которые, можно сказать, отдаленные, это может быть мужчины и женщины. И также можно сказать, что это такое хорошее, высокое ученичество, когда человек нечто повторяет и тиражирует. В этом нет ничего плохого. Это некая ученическая стадия, и человек будет повторять, тиражировать 3-5 лет. Вот такая ученическая стадия. В творческих профессиях она, может быть, затягивается. И вот, соответственно, скажем, есть японский патент по искусственным метеоритам, которые они предлагают использовать на празднествах. Когда в космос запускается некий спутник, потом он отстреливает свои части. Понятно, что они падают, и, как написано в патенте, там около 30 миллионов людей видят что-то типа салюта, но только еще более высотного, но типа салюта. Так вот, это такая классическая вещь, не гениальная, не талантливая, а характерно для одаренных. Характерно для одаренных, потому что все составные элементы этого решения, очень красивого, кстати, решения, и так далее, и так далее, они, в принципе, были известны. И такая хорошая, может быть, пример, задачка для школьной физики. И вот, соответственно, появилась еще одна категория людей. Она появилась в конце 20 века в городах мира, в крупных городах мира, как правило, в столичных городах, в деревнях таких почти нет. Вот либо они малоизвестны. Это люди, которые занимаются, собственно, самопсихотерапией. Слово «самопсихотерапия» исключительно мой термин. И под ним понимается некая мешанина из детских травм, психотравм, детских обидок, мечталок, хотелок. Мечталки-хотелки – термин Виктория Степановича Черномырдина, а также различных мечт. И, соответственно, большинство интеллигенции, в том числе присутствующих в чате, вот если вовремя не сделал правильные действия, то просто нам просто элементарно загорает в этих занятиях самопсихотерапии, саможалости и так далее. Один из видов такого дурного, слово «дурного» нужно подчеркнуть двумя чертами, если я введёшь в конспект, дурного сгорания – это блеф. Значит, блеф – очень масса людей, особенно в вторичных городах. Для России – это Москва, Петербург, для Украины – это Киев, для Латвии – это Рига, ну и так дальше. Для Белоруссии – это Минск, естественно. Люди блефуют. Что такое блеф? Как ни странно, блеф, он, может быть, опаснее лженауки, потому что в лженауке есть сумасшедшие, есть фрики, есть откровенные мошенники, видно даже по глазам, а блефом занимаются доктора наук. Я не оговорюсь, я дальше буду эту тему углублять. Кандидаты наук – это вообще просто нам очень естественно. Главная причина следующая. Вот некая самопсихотерапия плюс полная, полная – это на 100%, отсутствие идей, но хочется, как говорил русский религиозный философ Ильин, хочется фигурировать, неважно где, на телевидении, в интернетах, в журналах и так далее. И, соответственно, вот эти люди откровенно блефуют. В определенном смысле, может быть, это опаснее лженауки, потому что блефуют люди, которые имеют научные звания и прочее. Так вот, соответственно, нужно очень хорошо понимать, очень хорошо понимать несколько следующих вещей. Сейчас мы посмотрим следующий слайд. Пожалуйста, дальше. Пожалуйста, следующий слайд, скажем, да? Соответственно, вот сейчас мы вернемся к этому слайду. Ну, так, вернемся. Соответственно, в 20 веке есть два совершенно четких, крупных гения. Это Константин Сергеевич Станиславский и Генрих Сауча Альшулю, который, вот здесь это очень важный акцент, который большинство людей, имеющих докторские степени, не понимают, пока не подскажешь. Которые не говорили о творчестве. Очень важный момент, особенно для гуманитариев. Которые предложили некоторые способы. Они вероятностные, они нежесткие, и она иногда нелогичная. Решение определенных классов задач. Очень кратко. Станиславский для театрального дела, актеров, режиссеров. Генрих Сауча Альшулю преимущественно для изобретателей, а также по развитию творческой личности. Сегодня у нас для читателей, поэтому краткий обзор, подробности я не говорю. Но очень важно, очень важно, еще раз фиксирую, они предложили способы не разговоров о решении, не изображения решений, не отказ от решений, а как все-таки принимать решения. И, соответственно, скажем, большое количество людей в столичных городах, с кафедр, с кафедр университетов, государственных университетов, соответственно, скажем, пытаются изображать о том, что они тоже в теме, тоже в теме. Обычно это разговоры о высоком, о духовности, о гуманитарном, о правах человека, обещания, что мы это исследуем. Вот слово «мы это исследуем», знаю кафедры, которые исследуют некоторые плевые проблемы, десятилетиями, результатов никаких. Знаю ряд академических НИИ, которые тоже занимаются исследованием, результатов никаких по поводу решения. Далее, выдавание регулярно, а хронически некоторые мелочевки или даже вычисленных чужих результатов, там, простим, голландских, американских, английских, за свои, как бы, да, либо козыряние модными термины. Ужас в том, что большинство населения это слушают и никаких фильтров не имеют. Кто у нас в первый раз и хочет разобраться в теории творчества, теории развития личности, теории инноваций и так далее, вот близких теориях, пожалуйста, ни сейчас, сейчас не получится. Вот есть некоторое очень хорошее видео, которое посвящено российской профессоре, которую откровенно блефуют. То есть, не имея результатов, рассказывают некоторые байки. Вот его можно посмотреть, не сейчас, мы идем дальше. И так, идем дальше, да? Соответственно, скажем, в 90-х годах я проводил занятия по теме «Трис и бизнес» на семинарах, на мастер-классах, и люди очень интересовались принятием решений, а бизнес, реклама, политическая реклама – такие области, где вот креатив, в общем-то, всегда ценился. И, естественно, это правда, да? Люди интересовались. А вот если не прикладывать к бизнесу, не прикладывать к рекламе, не прикладывать к политике, значит, соответственно, а вот если просто такие вот хорошие теории творчества, что-то еще, я им говорю, что по моим прогнозам, вот где-то к 2010 году, обратите внимание, что написано в заголовке, вот это вот начнется. Расчет был мой простой. Вы все прекрасно помните, что разваливающаяся страна в 90-е годы люди занимались торговлей. Казалось, что это очень просто. Сейчас массе людей уже не кажется очень простым – торговля. Но тогда казалось очень просто – купил, перепродал, заработал. Купил, перепродал, заработал. Поэтому люди бросали производство и так далее. Мой расчет был примерно следующий, что, соответственно, люди сначала сделают все глупости, которые только можно сделать. Потом потихонечку все-таки есть армия, все-таки есть политика, все-таки есть какие-то производства на территории бывшего СССР и республик. Поэтому люди потянутся немножко в производство. Кроме того, есть медицинские изобретения, педагогические изобретения. И, соответственно, примерно в районе 2010 года должна появиться новая генерация людей, профессий примерно, которая будет небольшая, но очень важная, очень актуальная, которая будет заниматься принятием творческих решений в педагогике, в бизнесе, в медицине, в науке и так далее. Соответственно, скажем, этот прогноз уже полностью подтвержден. И, соответственно, если мне сказали, что это произошло в 2008 году, ну да, может так считать. Если кто-то скажет, что это произошло в 2011 году, я тоже с вами мирно соглашусь, потому что в 2011 году я стал оформлять результаты своих 36-летних исследований, и был сделан портал Weekend. И, соответственно, скажем, но где я ошибся в прогнозе? Обычно, всегда, когда есть какая-то профессия, возьмем медицину, как наиболее чувствительная, есть прекрасные, потрясающие доктора, есть некоторые средние стандарты, оловянные солдатики, есть безобразные доктора, которым, выдавая диплом, нужно говорить, пожалуйста, ты только не работай по профессии. Вот мы тебе дали диплом доктора, ну куда угодно, эффективным менеджерам, ну пожалуйста, не работай, не работай, ты плохой доктор. Так вот, соответственно, к 2010 году возникло некое явление, когда мне, а я этим занимаюсь проблематикой, с 79-го года, далее перечисляю, в книгах, в журналах, в интернет-публикациях, в отдельных видео с конференцией, мне было не найти людей, которые вообще понимают. То есть специалисты, с одной стороны, есть, а с другой стороны, людей, которые понимают, разбираются в решениях, и так далее. То есть почти 100%, почти 100%, то, что явлено на рынке, к сожалению, это специалисты, в кавычках, занимающиеся блефом. У вас будет возможность проверкнуть эту тему, обращаясь я к тем, кто в чате. Соответственно, скажем, чем отличаются вот эти неспециалисты? Во-первых, они не появили ни одного патентного поиска. Для гуманитариев, повторюсь сказать, здесь можно верить, можно не верить, пожалуйста. Когда вы проводите патентный поиск, вы приучаетесь мыслить сетями, сетями вы не ослышались, десятками и сотни их решений. Вот я, например, занимался управлением истребителей, и поэтому анализировал американские патенты. Для гуманитариев американские патенты это брошюра. Это брошюра, там несколько десятков, иногда сотни страниц. Это брошюра. Соответственно, вот только посвященные у калетки истребителя «Фантом» есть 40 открытых американских патентов. Я их изучил. 40! На всякий случай для всех что такое калетка «Фантом» истребителя «Фантом»? Джойстик. Джойстик. Дальше я пускаю. Но когда вы проводите патентный поиск, вы начинаете мыслить еще раз десятками и сотнями решений. Это очень слышно, потому что масса людей, кто рассуждает по инновации, сейчас пересказывают западные ленты, западные новостные ленты, где мыслится одно решение. Более того, я квалифицированный патентовед, как квалифицированный патентовед, знаю, что ряд патентов, ряд публикаций новостных лентов специально делается для того, чтобы запутать конкурентов. Точка. Дальше все начинают умнеет. Следующее. Да, просто откровенное незнание публикаций книг за последний век, за два века, по собственной теме. В том числе это касается докторов наук. Я очень хорошо понимаю, что я говорю. Далее. Значит, соответственно, отсутствие каких-либо собственных решений ненулевых уровней. Что такое ненулевой уровень? Пожалуйста, ссылка на экране, пожалуйста, можете посмотреть. Далее. Не знают и не имеют методик креатива. То есть, есть несколько попыток, в частности, в Сколбково, разработанного методику креатива. Это чрезвычайно смешные школьные попытки не за счет сходу. Соответственно, какие негативные последствия для социума, в том числе для присутствующих в чате, в том числе для неприсутствующих в чате и их детей? Идет массовое тиражирование ошибок, глупостей под видом достижений. Соответственно, дальше вы видите ссылку на крупнейшую коллекцию мифов в Европе. Вот там более ста мифов. Соответственно, кто хочет, пожалуйста, опять-таки, ссылка перед вами на экране, проверяйте. Идемте дальше, да? Так вот, идемте дальше, дальше, да? Соответственно, вот как самому проверить то, что я был прав? Ну, пожалуйста, я оцениваю это в полгода. Для этого необходимо очень внимательно изучать публикации ученых Российской Академии Наук. Много по инновациям есть на сайте ИНИОН, это уже институт, входящий в систему Российской Академии Наук. Пожалуйста, изучайте. Во второй момент, нужно изучать публикации в том числе конференций и докторских из МГУ и СПБГУ, ну, также с Колково, да? Сколково. Соответственно, если вы умеете работать с литературой, с интернетом, не все далеко умеют, то я оцениваю это время как в полгода. Полгода надо заниматься институту кредитом, после этого вы пойдете к некоторым печальным выводам. Есть более короткие, более короткие способы, к которым мы перейдем, а также вы видите на экране две исследовательские темы, которые вообще чрезвычайно нужны, чрезвычайно нужны, кому нужны, социуму нужны, очень интересные темы, да? Но мы переходим к более простым проверкам, пожалуйста, в следующий слайд. Соответственно, скажем, вы просто очень внимательно, для этого нужно несколько вечеров, чтение пренеприятнейшее, когда умнейшие люди, включая нобелевских аловиатов, систематически говорят глупости отрочества, систематически, да? Вот далее, вот тут написано около 130 видеозадач, на самом деле они рассредоточены по различным видеоканалам, их где-то около 150, вот основная подборка, там 128 на сегодняшний день, видеозадач, вы можете посмотреть, где выступают по поводу, в том числе, инновации науки, прошлой и нынешней президента Российской Академии Наук, члены-корреспонденты, причем, никаких-то подзаборных академий самодельных, нет, Российской Академии Наук, где несколько десятков профессоров и докторов наук публично демонстрируют, что они ничего не понимают, не знают в теории творчества, инноватики, развитие творческой личности и так далее. Очень сильный ход, правда, очень психологически тяжело, очень психологически тяжело, особенно по подавателям ВУЗа, если вы читаете комментарии наших коллег, которые у нас принято делать обоснованные утверждения, давать корректные ссылки и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, главный тезис, который я хотел сказать, что в настоящее время социум, причем люди с высшим образованием, в ряде случаев с научными степенями, даже не представляют себе вот количество научного блефа в области чего и творчества, креатива, называйте как хотите, не представляют. Вот и, соответственно, это, когда они начинают сталкиваться, это травматично. Когда они начинают сталкиваться, например, один из вариантов, когда человек начинает делать для нашей конференции порядковый номер ближайший, 42, кто понимает в конференциях, номер 42 должен произойти впечатление, люди начинают понимать, что по их теме доклада вообще материалов либо нет, либо почти нет. Вот тогда люди начинают понимать. Когда я просто говорю, что это плохо, это плохие инвестиции в будущее страны, плохие инвестиции в будущее детей, обычно люди не слышат. Ну, выгодно не слышать и так далее, вот скажем, да. Поэтому еще и еще раз главный тезис от первой части, что так сложилось, что в области теории творчества, креатива, развития личности, развития творческих коллективов, творческих команд, значит, в основном царствует блеф, и даже в интернете вы просто не в состоянии найти качественные материалы. Вы просто постоянно будете, так кажется, на блеф. Контрольная проверка очень простая, приезжайте в Москву, в Питер, ну, бесплатного, кроме как у нас, вы просто нигде не найдете. Соответственно, если у вас есть лишних 10 тысяч долларов, ну, найдите какого-нибудь коуча, деньги у вас возьмут обязательно, вот, скажем, и дальше попросите научить решать, допустим, творческие, педагогические задачи, творческие бизнес-задачи, творческие задачи с коллективами, ну, и так далее. Пожалуйста, сообщите, сообщите, призываю мне не верить, призываю мне не верить. Следующий слайд. Соответственно, просьба, мы сделаем это видео относительно массовым, и так далее. Соответственно, просьба, если вы мне не верите, это ваше право, и совершенно нормально меня проверять, это такое общее хорошее, хорошее правило в науке, я прошу мне присылать, значит, сейчас уже ушло 39 лет на исследование мне, пожалуйста, ссылки на русскоязычных людей, кто занимается, не культятина, это сразу не нужно присылать, кто от науки занимается теорией гениальности, креативности и так далее. Очень важный первый критерий. Человек понимает, что он говорит. Ну, предварительно желательно посмотреть наш видеозадачник, чтобы вы понимали, что такое означает, когда человек понимает, что он говорит, в том числе имеющий кандидатские и докторские степени, в том числе ИДР. Соответственно, второе, второе, оно намного, на пару порядков меньше, то есть в сто раз, пожалуйста, не могли бы вы сообщить мне, за 39 лет я нашел очень мало труда, людей, которые просто внесли некоторый вклад, некоторый вклад, ну, в условную тему и творчество, виноватики, креативность в творчестве. Обращаю ваше внимание, не они сказали, что они не в сети вклад, не они защитились, поэтому, нет, результат должен быть в виде попыток решения какого-то класса задач. Вот это такой серьезный, взрослый результат, скажем, да, и еще и еще раз, призываю посмотреть видео, 20 способов научного блефа. Он не только о творчестве, он и о других, как бы, ипостасях, да, да, по-унаторски. Продолжение следует... Продолжение следует...